Драку заказывали Сейчас мы видим, что вновь активно действует Аслан Попытался он провести удар ногой, а сейчас вновь борется Хотя... Николай должен сейчас получить определенные баллы Но тут же Аслан смог компенсировать это Да, но Николай опять-то находится наверху и наносит удары Пытается провести удушающий Да, очень сейчас... Нет, уже нет, уже нет Активный, видно, что оба спортсмена готовы Попытки обоих Очень активно они действуют в партере Ну вот сейчас думаю, что некое равенство у них было в партере Попеременно владели они инициативой Очень интересный поединок, очень Также хочу отметить, что у Николая это будет очень хороший опыт Участие с таким бойцом И наш Аслан именно боец смешанного стиля Ну вот у Николая Тополовникова поражение есть, но правда он более опытный, 7 у него боев, 1 ничья Ну а у Поговещенских спортсмен Аслан Таджимаматов боец пока без поражений, но бой это всего два он провел И все-таки отсутствие, меньшее количество опыта все-таки сказывается Я думаю, что бой будет ровненький и все-таки Ох Хорошо взял Пытается задушить Хорошо взял на удушение, может быть, да Такое возможно, нет Нет, вывернул с Николая Тополовникова Издивительно, да Но тут же получил удар Ну и вот сейчас, пока ему, хоть он находится сверху, не удается ему нанести каких-либо ударов серьезных И закрылся Аслан И в... Да, завершилось время партера, к сожалению Не успели, ребята, да Очень-очень интересная борьба идет в партере, очень захватывающая Позиционная Каждый пытается... И видно, насколько хорошо спортсмены готовы, да То есть, а тот же Аслан, он закрылся и все И мог бы-то и просидеть в этой позиции И ничего бы Николай-то ему не сделал Но нет, Аслан тут же выворачивается Тут же контратакует Вот сейчас так же Аслан зажался И ничего не может против него сделать Николай Тополовников Тем же отвечает и Николай, да? Что было и в первом раунде с ним Ну вот сейчас Алан тут же вывернулся и пытается контратаковать Ну вот сейчас время в партере тоже совсем скоро закончится Вряд ли что-то произойдет И вот уже, вот уже и сверху Аслан Все, время в партере истекает Не дают возиться Ну, заканчивается второй раунд Ради чего стоит смотреть подобные турниры Когда бойцы едва-едва не вываливаются Наверное, на зрительское место Вот это действительно драйв и адреналин для зрителей Которая находится рядом У нас третий раунд По нашим предварительным, неофициальным, конечно же, подсчетам Бой равный Небольшое преимущество есть у благовещенца Аслана Таджимаматова Различить спортсмена для тех, кто присоединился к нам только что легко Аслан с бородой и в полностью черных шортах Ну, а наш хабаровский гость Николай Половников В шортах с красными полосами И вот сейчас выгодную позицию-то занял Аслан Да, Николай отдал шею, но удушающего не получилось Попытался, да, контратаковать Контратаковать, но не нужно Вот мне кажется, что все-таки Аслан более уверенно чувствует себя в партере Но он немножко устал Видно, что уже вымотанный Несколько попыток у него было Конечно, выложился А Николай чувствует себя довольно-таки прекрасно Будет сейчас пытаться доминировать Ну и вот он сейчас не пытается перевести в партер, а именно хочет все-таки побиться Но все-таки Николай Половников призер Хабаровского края по ушу Сайндайта Боевое ушу, все-таки больше ударной техники Ну все-таки еще раз хочу отметить, что Николай свойственно как бороться, так и наносить удар руками и ногами То есть он и бьющий, и неплохо борется Поступил как джентльмен А Николай позволил своему оппоненту встать и продолжить в стойке За что я поплатился Ну вот сейчас вновь сверху Аслан Ну нужно дожимать, ну как же так? Два поединка, в первых в них благовещенские бойцы проиграли А Аслану нужно отстоять через город Николай взял удушение на треугольник и будет пытаться сейчас задушить Возможно, ему это удастся Нет, не удалось, к сожалению Но пытается идти на болевой Ну тоже вывернулся Аслан Очень красивая, хорошая позиционная борьба Много сил Бой, много сил потратили спортсмены Вот сейчас пока встают, дают какие-то тренеры наставления, указания Очень трудно Аслану Он очень много сил отдал И видно, что тяжело ему продолжать Пока все-таки, насколько мы понимаем Если он сможет навязать борьбу Не дать заработать Николаю, заработать очков То все-таки активность Аслана в первых раундах может дать ему прибыль Будет почек Получил коленом Очень страшный удар Но все-таки, наверное, это не удар Он сам, скорее, на это колено наткнулся Налетел Это самый опасный удар, который есть Встречный удар То есть тут, конечно, спортсмен может получить травму Ну, бой продолжается Молодцы бойцы, конечно Не уступая друг другу Николай пытается провести опять Душевый Держит и наносит удары Ну, ввели стекло Ну что ж, ринг-анонсер здесь Значит, скорее всего Будет объявлена чья-то победа Иначе он не выходил Возможно, подождем результатов и решений судей Итак, решение судей Третьим рейтингом бою по версии Драга Единогласным решением судей Победа присуждается Николаю Половникову Город Хабаров Очень расстроен Аслан Таджимаматов Очень он старался Но, тем не менее Единогласным решением судей Победил наш Хабаровский гость Подошли мы к самому интересному Матчевой поединке Между Благовещенскими бойцами И нашими гостями Из Белоруссии Итак, мы сейчас видим бойца В синем углу ринга Это Николай Власов Благовещенский спортсмен Чемпион Дальнего Востока По тайскому бою Провел он три боя Две победы у него есть Будем надеяться, что сегодня Будет у него третье Бои проходят по По версии Муай Тай По своим углам Разошлись Бойцы И все внимание К синему углу ринга В желтых перчатках Александр Власов Как правило Первый раунд разведывательный И спортсмены не пытаются Заделать большой темп Да Выполняют все В таком размеренном Размеренном стиле Изучая друг друга Пробы друг друга Да Ну вот мы уже видим Насколько Муай Тай разнообразен В плане ударной техники То есть мы сейчас уже видели Лоу Кики Удар ногами Обмен ударами Достаточно жесткий Ну кроме того, что Здесь также разрешено И захватывать ногу Ногу соперника Да, при этом наносить Два удара Локтем В этот момент Так в принципе И ногой можно Белорусский спортсмен Видно Он парень опытный Шесть боев Шесть побед У Дениса Климовича Вообще Белорусская школа Считается Одной из Силен На постсоветском пространстве В тайском Тайском стиле То есть Очень много Ребят Которые Занимаются Тайским боксом В Белоруссии Многие Бойцы Потом Переходят В смешанные Смешанные Единоборства Ну Мы знаем На примере Такой Лей Кудин Очень хороший Боец Достаточно Плеяда Большая Но вот уже Больше Больше середины Раунда Позади А вот К сожалению До сих пор Пока мы Видим Только Разминку Как вы Думаете Когда уже Начнется Настоящий Бой Все будет Происходить Конечно Вторая половина Второго раунда И Третий раунд То есть Повышение Темпа И я думаю Ребята Задерут Темп Высокий Но пока мы Видим Что наш Гость Из Беларуси Все-таки Более Уверенно Себя Чувствует Он Повыше На 5 Сантиметров И видно Что Руки Тони Значительно Длиннее И ноги Держит Он Благовещенца На удобной Для себя Дистанции Благовещенц Хорошо Для Александра Власова Благовещенц Продолжение Как Благовещенц Благовещенц Высокий Но вот сейчас начали этот поединок с резкого ускорения темпа бойцы. И сейчас вновь этот темп слегка снизился. Но вот кому выгоден этот темп? Бывает, спортсмены не готовятся именно к определенному темпу. Им тяжело работать в высоком темпе. И противник бывает, скажем так, ломается психологически. И поэтому, как правило, это все сказывается в боях именно с опытными бойцами. Они пользуются тем, что поднимают. Александр, видимо, получил какие-то советы тренерского штаба и пошел вперед. Сейчас уже Александр пытается занять центр ринга. Ему это не всегда удается, но тем не менее идет он вперед. Благовещенский спортсмен. Хотя Беларусь сейчас удерживает его на дистанции. И вот как-то переместился поединок из углов в центр. Да, немножко. Сейчас идет такая позиционная... Будет участие спортсмен собирать удары. Позиционная такая психологическая борьба сейчас идет в центре. Ну да, пропускает достаточно много Александр Власов. И сложно ему будет. Также в тайском боксе очень культивируются именно всякие скрутки, скручивания. То есть в клинче противника либо высекают, либо скручивают через бедро. То есть это тоже присутствует. Элемент бросковый такой. Когда второй соперник окажется на полу. Вот сейчас подхватил. Низкий темп был удара у Александра Власова. Беларусь буквально схватил его за ногу. И прижал канатом, что очень неприятно. Но, собственно, пожалел. Мог бы и несколько чувствительных ударов нанести с этой позиции. Более-более спокоен Беларусь. Уверен он в своих силах. И вот видно, что нет в нем какого-то напряжения. Спокойно, спокойно делает свою работу. Ведет бой и наносит гораздо больше ударов. Пока преимущество его явно заметно. Да, потерял капу сейчас во время удара в живот. Бывает такое, да, что выскакивает капа. Приходится ее ополаскивать и снова. Поэтому была остановка. Вот сейчас пытался ногой ударить. Александр Власов, но ждал этого удара Беларусь. Спокойно уклонился. И удар мимо прошел. Еще раз хочу отметить. Очень хорошая школа белорусская. Именно тайского бокса. Начало третьего раунда. Да, просят поддержать Благовещенца аплодисментами. Поскольку пока нашим спортсменам, напомню, на этом турнире не везет. Три поединка уже прошли. Вот пока во всех трех. Благовещенцы потерпели поражение. Вот сейчас идет вторая часть турнира. Матчевый поединок. Россия-Беларусь. И наш... Вот удалось провести неплохой удар Александру Власову. Начало третьего раунда явно за Благовещенского спортсмена. Надеюсь, что он и так и будет держать темп. Темп, да, и будет держать центр ринга у себя за спиной. Будет хозяином площадки. Но мы видим, что если в первом раунде Беларусь полностью владел инициативой, второй прошел где-то в центре поля, Благовещенец пытался что-то сделать, то вот сейчас видим, что Александр Власов идет вперед, и что-то у него уже получается. Это очень хорошо. Да, вот уже поджимает канатом Александр Власов. Нашего гостя из Беларуси, Дениса Климовича. Посмотрим, хватит ли ему времени, чтобы отыграть то очковое отставание, которое есть у Амурчанина. Все-таки достаточно много, но пропускал он в первых раундах. Снова вот Александр потерял капу. Возможно, это бывает ли такой хитростью некой? На самом деле многие спортсмены пользуются этим, да. Да, но если это явная, скажем так, специальная остановка поединка для того, чтобы восстановить силы, то дают замечание бойцу. Ну, я думаю, что в этот раз не было специально выплюну капа, то есть все это было неумышленно. Вот то, что мы и говорили, в принципе, в острую фазу перешел поединок, то есть задрали темп ребята. Да, Александра зажали в углу, но тут же локтями пытается он... Как говорится, окучивают, да, с разной дистанцией. Вот белорусский спортсмен зачем-то отпустил руки и насобирал тут же низкого удара по голове. Ну вот сейчас ничего им не оставалось, как повиснуть на Благовещенском спортсмене для того, чтобы их судья развел. Нужно, нужно Александру ускоряться, набирать очки сейчас. Конечно, нужно ему терпеть и стараться давить, все время давить, идти вперед. А видим, что белорус-то устал, он уже тянет время, клинчует, висит на Благовещенском. Ну же, Александр, нужно, нужно, возможно, заканчивать досрочно, искать в атаке свое счастье. Все-таки в первых раундах Александр напропускал. И думаю, до сих пор есть у белоруса очковое преимущество, он-то понимает и время тянет. Ну, оставим на волю судей, как и на их решение. Война складывается, в принципе... Понарастающий, понарастающий для амурского спортсмена. Жесткий ребят обменивается ударом, после команды нанесет удар. Слышали мы с угла белоруса фразу «Андрей зажимай», то есть ему также советуют не идти вперед, а просто держать соперника, благовещенца не давать ему набирать очки. Ну что ж, бой завершен, посмотрим, послушаем результаты. И по решению судей победа в этом бою присуждается Денису Климович из Публика Беларусь. К сожалению, то, о чем мы говорили, Денис Климович набрал достаточно большое количество очков в первых двух раундах. Амурчанин ускорился. Я думаю, что это раздельное решение судей. Преимущество у него было. Это было видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова